Здравствуйте! Это программа «Наше время» и мы сегодня в фойе Краевого драматического театра. Беседуем с его директором Березиной Любовью Михайловной. Здравствуйте, Любовь Михайловна! Здравствуйте! Ну что ж, вы открыли новый театральный сезон. Расскажите, пожалуйста, чем удивите и порадуете нас, зрители? Ну, я надеюсь, что мы уже удивили и порадовали открытием спектаклем «Безымянная звезда». Сегодня у нас в работе еще один спектакль «Бандитки» для экспериментальной сцены, которая выйдет 5 ноября премьера. Дальше, как обычно, новогодняя сказка. И в этом году это просто новогодняя сказка. Вот такое название. Пьеса Артура Гройса для младшего школьного возраста. Это дети с 1 по 4 класса, губернаторская елка. Такая история про Новый год, про зверят, про Деда Мороз со Снегурочкой. Ну, в общем, как обычно. Дальше мы берем в работу еще три спектакля и попробуем их развести, такую трилель. Первый спектакль – это основная сцена, большая сцена и спектакль «Без вины виноватые» Островского. Я думаю, здесь ни для кого не секрет сюжет этой пьесы. И мы хотим показать, что, в общем, эта тема, которая всегда, во все времена, она актуальна. И сегодня эти проблемы существуют. И потом это актерская жизнь, это День театра 27 марта. Вот планируем в это время. Но я очень надеюсь, потому что в любом случае каждый спектакль, вот одну и ту же пьесу, разные режиссеры, это, в общем, понимание и прочтение индивидуально каждого режиссера. Очень хочется, чтобы это все-таки был костюмный спектакль, да, вот то время, вот кринолины, красиво все. Но в прочтении я очень надеюсь, что появится что-то новое, потому что вообще в каждый спектакль, кроме режиссера, его с авторами становятся еще и актеры. И каждый актер, вот, судя по тому, как он прочитывает эту роль, как он ее переживает, он тоже вносит какую-то свою определенную лепту. Поэтому будем очень надеяться, что это так и произойдет. Дальше приезжает молодой режиссер из Москвы, который поставит спектакль братьев Пресняковых. Это экспериментальная сцена. И параллельно с ним, на экспериментальной же сцене, Юрий Ядровский с Виктором Стрибуком, с нашим композитором, хотят поставить такую музыкально-драматическую, пластическую историю. По пьесе «Герши эти свободные бабочки», но обещают уйти от быта, потому что вот сколько бы я не видела этих спектаклей по пьесе, там обязательно двухъярусная кровать, там обязательно перегородка, которая открывается. То есть, ну вот, быт первоочередной, потому что у авторов пьеси прям все прописано. На сцене стоит вот это, вот это, вот это, вот это. И все режиссеры добросовестно выполняют все требования автора. Здесь они мне обещают, что этого всего не будет. Ну, а в связи с тем, что Виктор Стрибук очень талантливый композитор, ему хочется поставить вот какую-то свою историю. Они с Ядровским нашли общий язык, и надеюсь, что из этого получится что-нибудь интересное. Дальше на большой сцене весной мы планируем Шекспира «Укращение с троптивой». Это опять будет своеобразное режиссерское прочтение, ставит молодой режиссер. Надеюсь, что у него будут какие-то свои задумки. Он такой активный очень, но посмотрим, что из этого получится. И затем, после отпуска, ну мы уже сегодня начали готовиться к этой работе по киноповести «Василия Макарчича Шукшина пришел дать вам волю». В связи с тем, что существует повесть, существует киноповесть, и нет, в общем, пьесы как таковой, потому что киносценарий очень сильно отличается от пьесы для театра. Мы сейчас, не мы, а специалисты, которые умеют это делать, пытаются написать в первую очередь пьесу, которую мы, конечно же, согласуем с правоприемниками творчества «Василия Макарча». И надеюсь, что нам ничего не помешает в августе приступить к репетициям этого спектакля и следующий сезон. Очень хочется в год 85-летия «Василия Макарча» открыть сезон вот такой большой, серьезной работы. Очень боимся, очень ответственно. Предвосхитили мой вопрос. Я только хотела сказать, не опасаетесь ли вы, ведь у зрителя сформирован образ. Конечно. Вы знаете, дело все в том, что я посмотрела, ну, не очень много, но большое количество спектаклей по разным произведениям «Василия Макарча». И вот, к сожалению, все режиссеры стараются показать русскую деревню каких-то дураковатых мужиков. Да, вот такое ощущение, что в деревне живут одни дурачки. Какие-то они все кричащие, бегащие, с выпеченными глазами. Ну, хочется... А Василий Макарча-то своих героев очень любил. Он их любил, он очень трогательно к ним относился. И вот я всегда сопоставляю рассказы, читая рассказы Василия Макарча, сопоставляю с рассказами моего папы. Он был такой рассказчик замечательный. Я до сих пор жалею, что я не записывала вот это все хотя бы на видео. И вот Василий Макарч с таким же трепетом и любовью рассказывает в своих рассказах. То есть он рассказывал-то о своих соседях, о своих земляках. Поэтому вот хочется сохранить вот это вот тепло, вот этот трепет. Кстати, очень удается это сделать Михаилу Переверзеву, нашему заслуженному артисту, который сделал такие два моноспектакля по произведению Василия Макарча. Он просто читает рассказы, пытаясь вот вжиться в героев. И у него это здорово получается, потому что он сам из деревни. И он знает, что деревенский мужик не дурак. Деревенский мужик более чем умный по отношению ко многим городским. Поэтому страшно, но а что делать? Надо делать. Мы же носим такое имя Василия Макарча-Шукшинаеву в юбилей его. Хочется удивить зрителей чем-то. Любовь Михайловна, давайте вернемся к спектаклю, с которого вы, собственно, открыли этот сезон. Это музыкальная история на сцене драматического театра. Расскажите, пожалуйста, почему? И, опять же, не страшно ли вам было? Нет, было страшно. Единственное, что вселяло в меня надежду, это желание наших актеров заниматься этим делом. Они самостоятельно, без чьего-либо распоряжения, они самостоятельно два раза в неделю вместе с педагогом по вокалу занимаются вокалом. Просто занимаются актеры вокалом. И для меня это было, конечно, очень удивительно. Я понимаю, почему это происходит. Потому что, во-первых, это замечательная зарядка для голосовых связок. Это очень здорово помогает актерам, потому что голосовые связки – это их рабочий инструмент, которым они пользуются ежедневно. А второе подкупило то, что Сергей Грицай, все актеры влюблены в него, я думаю, не только нашего театра, это балетмейстер. И вот такая совместная работа, она очень обогатила актеров наших. Творчески просто обогатила. Я очень рассчитывала на нашу очень такую упорную, сильную труппу. И, в общем, мои расчеты, слава богу, оправдались, потому что достаточно удачный получился спектакль. Практически всем это нравится, за исключением некоторых моментов. Но, понимаете, когда зритель идет в театр, в драматический театр, на музыкальный спектакль, они должны понимать, что поют драматические артисты. Это не вокалисты, они не получили специального образования, и они поют, в общем, поют, как обычно поют драматические артисты. И этот опыт не первый в этом театре. И вообще многие театры сегодня в стране этим занимаются. Ну, возьмем Марка Захарова. У него процентов, наверное, 30 от всего репертуара спектакли музыкальные. И не зря же он эти... Если уж Марк Захаров этим занимается. Да, значит, сам бог велел и нам это делать. Это очень хорошая школа для актеров. Я думаю, что это интересно и приятно для зрителей. Поэтому мы вообще хотим замахнуться на пластические спектакли. Поэтому, ну, все еще впереди. Любовь Михайловна, очень много новых лиц мы видим. Вот мы сейчас стоим на фоне фотовыставки. И я вижу, что многие актеры представлены впервые. Очень яркие, интересные. Расскажите, пожалуйста, о том. Да, лиц действительно очень много. В прошлом году у нас появилось 9 новых актеров. И многих из них уже зрители узнают в лицо. Они, в общем, стали такими небольшими звездочками на нашем театральном небосклоне. Это Аня Бегчанова, это Саша Рогозин, это Дима Плеханов. Как бы кого не забыть. Но, в общем, зрители их еще лучше знают, чем я. Сегодня в нашу труппу влились еще 5 человек. Одна девушка, Наташа Сляднева, она закончила Новосибирский театральный институт. То есть такая новая кровь из другой школы. И 4 человека – это выпускники нашего, так называемого, второго золотухинского курса. Они наши, мы их, в общем, многих знаем. Вот Саша, например, Коцубенко, который, он в молодежном театре работал. Вот, поэтому ребята достаточно талантливые. И они уже работают вот в первом нашем спектакле. У них уже есть, они еще про это, правда, не знают. Есть уже работы на перспективу, на сезон. Потому что вообще, вот, ну, такая практика, и в принципе, это не только в нашем театре. Это так оно и должно быть. Когда приходит новый актер в театр, у него должна появиться возможность каким-то образом себя показать, заявить для того, чтобы, ну, понять вообще, какой это актер, что для него. А каковы критерии отбора? Сложно ли попасть к вам в труппу? Ну, вы знаете, я даже не знаю, сложно или не сложно. Вот сегодня, слава богу, у нас уже укомплектована труппа. Это не значит, что на следующий год мы не будем брать новых актеров. Потому что кто-то уезжает, жизнь каким-то образом меняется. Но, во-первых, это должен быть человек талантливый. Во-вторых, человек, который хотел бы работать. Я еще раз подчеркиваю, хотел бы работать не просто прийти, сидеть и получать зарплату. Потому что, я не знаю, в каких-то других, может быть, учреждениях можно прийти, отсидеть свои положенные часы работы. А здесь, в общем, нужно выйти и показать, на что ты способен, насколько ты готов заявиться. Были ребята, которые год отработают, и мы понимаем, что мы друг другу не очень интересны. И поэтому расстаемся с актерами, с вновь пришедшими заключается контракт на один год. И по истечении этого года ребята получают возможность себя проявить. Либо проявляют, либо не проявляют. Поэтому такой естественный отбор, это, в общем, так оно и должно быть. Скажите, пожалуйста, вы, я, насколько не ошибаюсь, третий сезон уже возглавляете театр. Драматический, но я так понимаю, что это не первый, естественно, опыт у вас. К счастью. Скажите, вот те процессы, которые в драматических театрах происходят, они индивидуальны или все-таки у всех примерно одинаковые театральные интриги? Ну, в общем, конечно, примерно одинаковые театральные интриги, примерно одинаковые проблемы, которые существуют. И, слава богу, это действительно не третий мой сезон, а уже второй десяток. И это, конечно, здорово помогает, потому что существует определенный опыт, понимая, что и как должно происходить, что и как не так. Конечно, существуют проблемы в разных городах, они разные, слава богу. Одну проблему мы сняли, то есть здесь была неудокомплектована труппа. И если там два года назад средний возраст актеров был 51 год, то сегодня он 46 лет. То есть мы потихонечку снижаем эту планку. Труппа здорово постарела, сегодня она молодеет. И это хорошо, потому что вливается новая кровь молодая, и обновляется каким-то образом репертуар. И нам удалось серьезно обновить репертуар практически на 50%. Мы за два года поменяли название. Зрителю, я надеюсь, это нравится, потому что, ну, есть, конечно, такие зрители, которые смотрят и по три, и по пять, и по 25 раз одно и то же наименование спектакля. Но для такого не очень большого города, как Барнаул, в общем, сменяемость репертуара, она должна быть почаще, побыстрее. Это все должно происходить, эти процессы. Поэтому, ну, а самая главная проблема, которая существует, это, конечно, недостаток средств. И мы всячески пытаемся с этим бороться. А это, опять же, выпуск новых спектаклей. То есть мы выпускаем продукт, который более интересен зрителям. Зрители идут, голосуют за нас ногами и платят деньги, которые нам необходимы для выпуска новых спектаклей. Людмила Михайловна, я вас слушаю, и поймите меня правильно, в хорошем смысле слова. Директор – это все-таки такой человек, наверное, который со здравым смыслом должен возглавлять. Насколько вам сложно с людьми, с тонкой творческой организацией? Какие у вас есть секреты? Как вы к ним подходите? Ну, вы знаете, мне очень помогает мое первое образование педагогическое. В любом случае, руководитель должен быть немножко педагогом и немножко психологом. А вот с творческими людьми нужно быть множко психологом и немножко педагогом. В связи с тем, наверное, что по психологии у меня пятерка была. И опыт общения с людьми достаточно большой. В общем, каким-то образом пытаешься найти общий язык, потому что творческие люди, они очень ранимые. Иногда какое-то вот нечаянно брошенное слово, оно обижает. И там вот обида, это, знаете, он растет, растет, разрастается. А бывает необходимо, то есть сказать какое-то вот одно слово, да, уделить 15 секунд внимания человеку, и он раскрывается, он открывается к тебе навстречу. А самое главное, вот я поняла это давно, но никогда нельзя обманывать. Вот если ты один раз обманишь, и тебя поймают на этой же, то все, все пропадает. Я стараюсь не обманывать людей. И вот по истечении двух лет я очень надеюсь, что они мне поверили, потому что я видела раньше, в общем, так, ну-ну, говори. Сегодня они мне верят. Вот если я сказала, то это так. И вот это самый главный принцип, с которым я иду по жизни. Не обманывать людей. Спасибо вам огромное. К сожалению, время нашей программы ограничено. Я думаю, мы найдем много поводов, чтобы посетить ваш театр еще. Спасибо вам. Это была программа «Наше время». Директор Краевого драматического театра Любовь Березина с нами сегодня вела беседу. Человек, который никогда не обманывает. До свидания. Продолжение следует...